Кировчане перестали брать ипотеку. Во всяком случае, по официальным данным, за первое полугодие ипотечные кредиты стали меньше выдавать в 3,5 раза. Причины известны. Ставки выросли до 20%, да и россияне не стали уверены в своем финансовом будущем. И даже меры на российском уровне и результатов пока принесли мало. Да, сегодня ставка рефинансирования снижена. Сегодня Сбербанк выдает по 11%. Но это сегодня, начиная с сентября, октября прошлого года была другая ситуация. Областная целевая программа по ипотечному кредитованию на следующий год, как таковая, затрагивает только молодые семьи. Они и получат помощь. Субсидировать процентные ставки для других категорий граждан у областного бюджета нет возможности. Только помощь федерального агентства может изменить ситуацию. У меня просьба тогда, значит, все-таки не связаться еще раз с руководством ИЖК. У нас был с ним разговор о возможности каких-то совместных действий. То есть в случае, если областной бюджет берет на себя компенсацию, пусть небольшую часть процентных ставок, то ИЖК готова рассматривать со своей стороны такое же софинансирование компенсации. Но пока не пришло одобрения из Москвы, в областном правительстве подкорректировали показатели на следующий год. Планируется объем ипотечного кредитования сохранить хотя бы на прежнем уровне. На помощь в ипотеке могут рассчитывать чуть более тысячи кировчан. Марина Гордеева, Александр Суслов, Бюро новостей Давича.